Всем доброе утро, друзья! У нас такое вот солнечное утро. Сегодня обещают весь день, что будет солнце. Сейчас воскресенье. Я вернулась домой в пятницу. В субботу тоже ничего не снимала. Мы вчера ездили, ну, просто проводили время с мужем. А сегодня ночью будет супербол, и мы к этому готовимся. Я, скорее всего, усну. Минут через 15 после начала, потому что это такая веселая игра, на мой взгляд. Вот, но мы будем готовить всякие закуски американские для того, чтобы все это там есть. Ну, вот, для настроения. Крылышки, ребрышки, разные дипы. Ну, в общем, покажу, что будем делать. Вот. И нужно будет еще, видимо, поспать и проснуться потом. В общем, вот. Вот. А еще по плану сегодня хочу помыть ванны и комнаты, пока муж ведет приготовление. Пока я тут просыпаюсь и встаю, мне приехал завтрак в постель от доброго мужа. И чай. Мятный. Итак, мое нововведение и последнее время любимый способ уборки. Наблюдайте. И тадам! Все чистое. Все помыла, полотенце поменяла. И мусор из ведра выкинула. А теперь я перехожу в спальню. Это то, что у меня лежало на ванной. Знаете, моя как вторая гардеробная. Я когда вечером раздеваюсь, я там складываю, иногда остается она дольше. И здесь какие-то покупки, в общем. Это все надо разобрать. Кстати, я заказала белье от Skims. Это от Ким Кардашьян белье. И вот такие вот прикольные штучки. Если вы не хотите быть очень откровенны в какой-нибудь, например, белой футболке, они как лепесточки лепятся. Вот, в общем, попробую одноразовые. По-моему, тут пять штук на пять раз. Я взяла, чтобы в Дубае это делать. Ну, там не хочется носить никакой бюстгальтер, никакое нижнее белье такое. Вот. И подружки взяла потемнее. У них разные тона. Вот здесь вот тон. Она у нее более темная кожа, чем у меня, а у меня очень светлая. В общем, буду теперь это убирать. И готово. Все здесь разобрала. Теперь пойду в гостевой туалет. Вот, мне еще надо до конца сумку разобрать. Мусор вынести. Вот здесь вообще много чего можно убираться. У меня же не было недели. Вот. Здесь, в принципе, нужно помыть только туалет и раковину, потому что в душ никто не ходил. Все надо закрыть. Я получила результаты анализов, что там для иммунной системы микроэлементы, витамины. У меня все в норме, но где-то там на нижней границе норма, поэтому я решила все равно набрать вот такое количество витаминок. И не хватало только литиума. Вот с литиумом у меня сильный недостаток. Но, честно говоря, я не знаю даже, за что он отвечает. Его я сейчас не нашла в аптеке. Точнее, муж не нашел. Он ездил в специальный магазин, где продаются такие штучки. И купил B12, B6, магний, цинк, хром, витамин А и железо. В общем, у меня будет чем заняться с утра. А, кстати, как ни странно, витамин D у меня прям на высшей границе в норме. То есть я его прям хорошенечко так попила. Достаточно пока. Мы готовимся сегодня к суперболу. И будем делать много разных закусочек. Одно из них это сосиски. Это пикзен и бланкет. Это просята в одеялке. Это, опять же, вот такое слоеное тесто. И в него будут заворачиваться сосиски. Что у нас здесь? Маргарита. Ребрышки. Маргарита с клубникой. Всякие разные начос. С соусами запеченные крылышки куриные. Крылышки и ножки такие. И это для начос фарш, да? Запеченный будет все, как этот соус. Глакамоле тоже мы сделаем. Текстер, нет. Он, типа, спрятался. Меня здесь нет. Ну что, попробуем? Ммм, вкусненько. Так, а это будут ребрышки, которые будут готовиться в мультиварке очень долгое время. А с каким соусом, Ярма? Будет. Будет соус. Какой будет соус? Соус будет. А какой будет соус? Вкусный? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Тем временем здесь уже подходит мясо для начо с луком мелко нарезанным. Тут у нас стоят рецепты. В мясо еще идет у нас красный перчик чили и халапиньо. Тоже пойдет все туда в фарш. А теперь я немножко раскатаю это тесто и заверну в него сосиски. Так, я вот эти вот порезала свинюшек в одеялке. Извините, звучит не очень. В общем, сосиски в одеялке я порезала так, чтобы можно было взять один кусок и съесть. Сверху намазала яйцем взбитым и отправляю в духовку. И мои штучки в одеялке готовы. И вот где я сильно тесто раскатала, они разорвались. А на самом деле их очень прикольно вообще класть в штуку для капкейков, если есть вот такие вот формочки круглые, в которых кексики выпекают. Но у меня такой нет. Вот так вот их туда прямо кладешь в этой формочке. И они вообще получаются отличными. А я тем временем делаю гвакамоле. Здесь у меня половина перчика чили с лимонным соком, с солью. Туда дальше пойдет также помидор, авокадо, лук и кинза, моя любимая. Итак, вот я растолчила авокадо. Некоторые делают в блендере, но я не люблю текстуру после блендера. Она просто как мусс. Мне все-таки нравится, когда даже кусочки какие-то маленькие попадаются. Пока расталкивала, добавляла поочередно лимонный сок, либо сок лайма тут, кто как. И соль, чтобы получалось как раз то, что мне надо. Сейчас добавлю туда мелко-мелко нарезанную помидорку, лук чуть-чуть и кинзу. И вот что у меня получилось. На самом деле попробовала это очень вкусно. Отложила немножко мужа в отдельную баночку без кинзы, потому что он терпеть не может кинзу. А я просто ее обожаю. Все, я, значит, закончила со своим рецептом. Готовлю поверхность для следующего шефа. На самом деле вот этот раствор еще и от запаха хорошо помогает. Все вот, например, запахи лука я обрабатываю, и они уходят. Видимо, потому что там есть уксус. Рецептор этого раствора, на самом деле, кто попробовал, все его просто обожают. Я оставлю внизу. Посмотрите, какая красота. Это подводный лес. Где-то рядом с Кейптауном, я так понимаю, в Южной Африке. Узнала о нем благодаря просто Apple TV, потому что здесь такая заставка играет. Какая красота. Это все под водой. И там рыба еще плавает периодически. Я просто зачарована. В общем, мы будем делать такой дип из артишоков, шпината. Вот нам понадобится греческий йогурт, крем-сыр. Я буду смотреть. Мой муж будет это все готовить. Давай, шеф-повар. Все сыры, артишок, шпинат, размельченный в блендере сюда добавляем, и это все будет запекаться. И это будет дип для начос, например, или для чего-нибудь еще, для крылышек. Итак, этот дип ждет своего часа. Его прямо перед тем, как начнем есть, приготовим. Пока просто его брала в духовку, чтобы он не мешался, и чтобы кое-кто его не съел. Это невозможно просто. Его невозможно снять со стола. Я это делала сегодня раз десять. Я когда на него ругаюсь, он прячется за кустами, за цветами, как будто бы его там не видно. Ты дурачок мелкий. Декстер. А теперь, что это ярмар, ты делаешь? Пока ничего. Что ты режешь? Для начос. А, это для начос что, соус? Нет. А что? Когда Морик будет готов, потом я буду готов. А, сверху посыпать? А, окей. Вот, будем в специальном соусе запекать куриные ножки, крылышки, которые там сейчас размораживаются. Боже, сколько еды! Я решила сохранить свои нервы и не бегать его, не снимать. Вот. Это базилик, Декстер. Пожалуйста, оставь его. Так, ножки почти готовы. Да, к ним добавляются крылышки, потому что они меньше готовятся. Вот. И потом у крылышек будет другой соус еще. Я все рецепты, оставлю ссылку, где мы брали рецепты, но и постараюсь тоже написать вам отдельно, что конкретно мы готовили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, обратите внимание на кольцо. Вот это вот. Это не просто кольцо. Оно рассказывает о том, как хорошо вы спите, какое ваше сердцебиение, насколько готовность к физическим упражнениям и все остальное. Я оставлю ссылку на него, если интересно. Но вообще, если хотите мониторить свое здоровье, прикольно. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо. Я так переживаю, когда он все время туда наверх забирается. Он же еще может испугаться, чихнуть. Для куриных крылышек такой микс. Сейчас его еще подогреем. Я тоже напишу рецепт. Он немножечко азиатский. И что у нас там готовится? М-м-м-м. М-м-м. М-м. 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 В общем, вот у нас огромное количество еды на двоих. Но, конечно же, мы всё это не съедим сегодня, мы будем это есть всю неделю, либо заморозим то, что не съедим. Так что ничего не выкинем, никакую еду. В общем, я вчера довольно быстро уснула, муж спрятал всю еду, чтобы кошки не съели. Я почти не ела. Обратная сторона медали. Когда готовит муж, я обычно сразу после себя всё убираю, почищаю. А он оставляет мне подарочки, чтобы мне приятно было, чтобы я не скучала. А ещё очень интересно, из этой комнаты сделан снова холодильник, прям как на Новый год. И здесь, значит, стоит всё то, что мне нужно будет упаковать. Дверь открыта. В общем, ну я не спешу, я сейчас сначала позавтракаю. Ча я попью. Так, а я сейчас буду монтировать, чтобы завтра вышло видео. Позавтракала. И, кстати, смотрите, у меня дырки. Мне сказали их обрабатывать каждый день. Но здесь нечего обрабатывать, они абсолютно чистые, не болят, не чешутся, заживают. Вообще идеально. Пару раз, наверное, я, может быть, задела, и была какая-то кровь. Я просто убрала ватной палочкой из воды, в воде намоченной. И всё. Идеально заживают. Прям всё-таки иголкой колоть намного более щадящая рана получается. Да, она острая иголкой, поэтому и заживает лучше. Так что, если вы думаете проколоть ухо, делайте это иголкой, не пистолетиком. Я могу сравнить. Ну, а с вами я увижусь в следующем блоге сегодня. Просто буду везде им монтировать. Ничего интересного происходить не будет, хотя погода на улице классная. Но я даже люблю дома сидеть, когда я такая... Потому что у нас очень много окон, я получаю всё это солнце. И мне не стыдно, как многим людям, которые живут в Швеции, стыдно немножечко, когда они сидят дома при солнце. Мне абсолютно нет. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»